Музыка Городской парк культуры и отдыха открыли после масштабной реконструкции 28 апреля. Об этом материал Ирины Чупины. Процедуру банкротства начали в троллейбусном управлении Армавира. Беслан Мудранов завоевал бронзу на чемпионате Европы по джидо. Обновленный парк предстал во всей красе перед армавирцами и гостями города. Сегодня в городе праздник. Мы с вами открываем после реконструкции наш городской парк, который был заложен армавирцами в далеком 1922 году. Этот парк строился армавирцами, трудовыми коллективами в виде народной стройки. В тот период очень много делалось на городских мероприятиях, на городском энтузиазме с привлечением всех тех добрых сил, добрых наших пожеланий. Руками жителей города Армавира был создан этот парк. Такой масштабной реконструкции в парке культуры и отдыха не было уже много десятилетий. Однако это место отдыха во все времена пользовалось большой популярностью у населения. Поэтому завершение работ по благоустройству стало для всех настоящим праздником. Наши жители, армавирцы, получили такой подарок. И наши дети, которые сейчас находятся здесь, они живут уже лучше, чем жили наши родители, которые это все построили. Это очень приятно, когда наши дедушки, бабушки делали, а мы делаем это еще лучше. И дети, которые сидят здесь, находятся и дарят нам праздник, они через какое-то время сделают еще лучше. В ходе торжественного мероприятия глава Армавира выразил благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в реконструкции излюбленного места отдыха горожан. А творческие коллективы подарили присутствующим свои вокальные и танцевальные номера. Работы по благоустройству закончили, как и обещали, в преддверии 1 мая. Теперь у армавирцев и гостей города будет еще один повод прогуляться здесь и полюбоваться красотой обновленного парка. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Для более удобного взаимодействия с налогоплательщиками в ФНС России запущен сервис электронной регистрации контрольно-кассовой техники. Так теперь кассовый аппарат можно зарегистрировать как личным в налоговой инспекции, так и при помощи личных кабинетов ИП и юридического лица. До 1 июля текущего года необходимо в обязательном порядке перейти на применение онлайн контрольно-кассовой техники следующим категориям налогоплательщиков. Это индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, и индивидуальные предприниматели, которые уплачивают единый налог на вмененный доход. Налогоплательщики, которые применяют патентную систему ЕНВД, значит, те, которые имеют наемных работников. Остальные налогоплательщики, которые применяют данные льготные режимы, но не имеют наемных работников, им необходимо будет перейти на применение новых онлайн-касс с 1 июля 2019 года. Налоговая рекомендует пользователям кассовой техники не затягиваться сроком перехода на онлайн-кассы, чтобы продолжить ведение бизнеса без нарушений. Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru или же лично в налоговой инспекции. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. В троллейбусном управлении Армавира начали процедуру банкротства. Как сообщает РБК, инициатором процедуры выступила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 13 по краю. Сумма исковых требований составила 48 миллионов 200 тысяч рублей. Троллейбусное управление в Армавире работает с 1972 года. Действующее в настоящее время муниципальное предприятие зарегистрировано в 1993. Финансовые проблемы от троллейбусное управление города испытывает на протяжении последних нескольких лет. Ярче и экономичнее. В Армавире заменят обычные уличные светильники на светодиодные, что позволит снизить электропотребление наружного освещения в несколько раз без снижения качественных характеристик. Соответствующий контракт администрация Армавира заключила СОО «Энергоника». В рамках энергосервисного контракта предполагается произвести замену светильников уличного освещения, что позволит сэкономить в 2-3 раза потребление электроэнергии в муниципальном образовании города Армавир. В течение последующего полугода будут выполняться работы по замене светильников. Работы по замене 7,5 тысяч светильников будут выполнены до октября текущего года. Кроме того, система управления светильниками и фонарями будет автоматизирована. Установят также информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии. Это позволит дистанционно наблюдать за потреблением электроэнергии, уличным наружным освещением и неисправностями в его работе. Срок реализации контракта – 7 лет. Отмечу, что энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию расходов за счет повышения энергоэффективности технологии энергосбережения. Отличительной особенностью такой формы взаимодействия между администрацией города и компанией является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, привлекаются компанией ООО «Энергоника». Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В Армавире накануне майских праздников состоялся традиционный запуск фонтанов. В настоящее время в нашем городе уже 10 водных сооружений, оснащенных к тому же системой ночной иллюминации. Фонтаны по праву стали любимыми местами отдыха армавирцев и гостей муниципалитета, особенно в знояные дни. Армавир из-за обилия каскадных потоков в последнее время называют еще и городом фонтанов. Армавирец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы под дзюдо, который завершился 28 апреля в Израиле. Участие в нем приняли около 400 сильнейших спортсменов из 44 стран мира. Беслан Мудранов в своей весовой категории в схватке за третье место одолел грузина Амирана Папинашвили. Напомню, Беслан Мудранов – победитель Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что этот чемпионат стал для него первым крупным стартом за два года.